Мы с родителями часто ездим за границу, и мне всегда было интересно, как там все происходит, что там делают. Мне интересно пограничное дело, чем они занимаются, и когда я вырасту, я хочу стать пограничником. Это лишь двое из 25 решительно настроенных ребят, которые, несмотря на дождливое субботнее утро, пришли в крепость на торжественное посвящение в кадеты. По словам директора школы Любови Козловской, отбор в пограничный класс был достаточно жесткий. Кроме высокого балла успеваемости, большое внимание уделялось уровню физической подготовки. В итоге из порядка 40 желающих 25 прошли экзамен и получили отличительные знаки юных защитников границы – погоны и береты традиционно зеленого цвета. Уже на сегодняшний день у нас в школе работают два офицера, которые проводят факультативные занятия в пятом кадинском классе и ведут начальную военную подготовку в десятых, одиннадцатых классах. Прошел всего лишь месяц, но ощущения изменений в школе видны. Когда появились офицеры в школе, ребята-старшеклассники и пятиклассники при них чувствуют себя совершенно по-другому. Есть интерес к общению с офицерами. Я думаю, это даст положительный результат в воспитании подрастающего поколения. Кадетский пограничный класс патриотической и правовой направленности был создан на базе 31-й школы в рамках договора о сотрудничестве с Институтом пограничной службы Республики Беларусь. Идея подготовки юных защитников границы зрела давно. Близость к рубежам и желание возродить былые традиции – пожалуй, главные факторы, которые сыграли первую скрипку в создании пограничного кадетского класса. И уже совсем скоро мальчишки и девчонки будут знакомиться со службой и бытом застав. Эти занятия будут проводиться не только в школе, это будут проводиться и в центре они к нам будут приглашаться. И мы будем рассказывать им, чем вообще занимается контролер, как организуется служба на пограничной заставе. Уже сегодня в войсковой части 21-87 командование выехали на 11-ю пограничную заставу, где будут показывать, как застава живет, как организуется задержание со служебной собакой. То есть факультативные занятия будут очень-очень интересные. И мы не только будем сидеть на месте и чем-то рассказывать, мы еще будем и показывать, и давать возможность детям подержать автомат, подержать пистолет, выстрелить с автомата, выстрелить с пистолета. Потому что для них будет это очень-очень интересно. Те, кто будет обучаться в этом классе, особенно, изъявят желание для поступления в институт пограничной службы, у них будут конференции. Они связаны с тем, что мы планируем и организуем возможность подготовки и непосредственно в институте, и профессионально. То есть будут приезжать преподаватели в институт пограничной службы, которые будут вести подготовительные занятия в рамках подготовки к сдаче экзаменов. Это будут приезжать специалисты, которые будут оказывать помощь в психологической подготовке. Потому что сегодня это очень важный и нужный аспект, чтобы ребятам было легче, проще, они знали, каким образом правильно проходить профессиональный отбор. Он осуществляется. Безусловно, это физическая подготовка. В торжественной обстановке юным кадетам вручили погоны и береты, после чего каждый из 25 ребят присыгнул на верность Родине. Еще вчера обычные пятиклассники стали маленькими защитниками Отечества. Поздравить юных кадетов и пожелать им успехов пришли военнослужащие Брестской краснознаменной пограничной группы, ветераны Великой Отечественной войны, мамы и папы. Напутственное слово воспитанникам первого института города кадетского класса произнес глава администрации Московского района Александр Рогачук. От имени руководства города, от имени администрации Московского района города Бреста, от души поздравляю всех нас с этим замечательным событием. Созданием в нашем городе первого военно-патриотического класса, который имеет тесное и непосредственное отношение именно к пограничным войскам. По словам Дмитрия Девятого, первый пограничный кадетский класс стал одновременно и первопроходцем, и инициатором доброй традиции. Сегодня о создании аналогичного класса ведутся переговоры с руководством 20-й школы. Возможно, кто-нибудь из этих ребят пополнит ряды стражей границ, которые всегда готовы первыми принять на себя вражеский удар, рядом с которыми можно быть уверенным – граница на замке.